Добрый день всем, кто нас видит в YouTube, на других стрим-каналах, на каналах телевидения. Это дискуссионный клуб Казанского федерального университета, я ведущий заседание этого клуба, как правило меня зовут Юрий Алаев. И сегодня у нас тема более чем злободневная и становящаяся злободневнее буквально с каждым днем. Речь пойдет о вакцинации, о грядущей вакцинации против COVID-19 или, как чаще говорят, против коронавируса. Мы многое, я имею в виду, в России сделали для того, чтобы вернуть себе первенство хотя бы в этой области, не только по части полета первого человека в космос. Но вот эта скорость создания вакцины и комментарии вокруг этого процесса, вокруг ее регистрации, кто говорит предварительный, кто упускает это слово, она создала массу, как бы это помягче выразиться, предположений, массу информационного шума. И мы собрались сегодня здесь, я сейчас представлю экспертов в студии, для того, чтобы попытаться, ну, более-менее внятно, насколько это возможно, объяснить ситуацию, объяснить перспективу. Потому что, понятно, старшее поколение с детства знает, что я уколов не боюсь, если надо, уколюсь, но здесь все-таки случай немножко отдельный, если не сказать особый. Об экспертах. В студии Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике, да, Министерство здравоохранения Деспублики Татарстан, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии, извините, Казанской государственной медицинской академии. И Альберт Анатольевич Резванов, профессор, доктор биологических наук, директор научно-клинического центра партизионной и регенеративной медицины и главный научный сотрудник кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Я мог бы применительно к Альберту Анатольевичу еще долго перечислять его звания, их много, в том числе и иностранных, но я думаю, этого достаточно, чтобы вы поняли, что перед вами специалист глубоко в теме. Мы ждем еще, должен был быть на программе, я напомню на всякий случай или скажу, что у нас прямой эфир, должен еще быть Андрей Павлович Киясов, ну вот буквально где-то полтора часа назад он позвонил, сказал, что министр здравоохранения Мурашко устраивает видеоконференцию с ректором медицинских вузов и рядом специалистов, которые имеют отношение как раз к вакцинации, к борьбе с ковид и так далее. Я надеюсь, что он все-таки, пусть с небольшим опозданием, но появится в этой студии, может быть что-то нам расскажет новое, о чем беседовал с ними министр здравоохранения Российской Федерации, какие, как принято говорить, установки последовали или пожелания. Ну, пока два слова о предыстории, хотя все, наверное, ее знают, эту предысторию. Понятно. Первая Россия, как я уже сказал, первая в мире объявила о том, что у нас создана вакцина против ковид-19. Более того, уже вот в Москве вчера пошли сообщения, поступили в гражданский оборот первые партии этой вакцины, и на следующей неделе начинается вакцинация учителей и медиков, двух социальных групп, которые непосредственно и в большей степени, чем многие другие, вовлечены в такие межличностные контакты, в каком-то смысле группы риска. И вот сама скорость, сама скорость немножко обескураживает многих, потому что пройдет там 2-3 недели, и это все дойдет до нас, и нам тоже предложат сделать укольчик для того, чтобы иметь, по крайней мере, меньшие шансы заразиться. Вопрос к вам, уважаемые эксперты, вы сейчас выберете, кто начнет, да, то, что вызывает большее недоумение, скажем так, в среде широкой общественности, ну и отчасти специалистов. Чем обусловлено и чем можно объяснить вот скорость создания российской вакцины против ковид-19? Я так понимаю, вы это? Давайте я начну. Здесь целый ряд факторов. Во-первых, вот конкретно применительно к вакцине центра Гамалея, спутник, вакцина создана на основе принципиально новой платформы. До этого такие платформы для вакцин широко не использовались. Ну, так называемая генная инженерия, ДНК-технологии. Для этой платформы достаточно расшифровать геном самого возбудителя, а он был расшифрован еще в конце прошлого года, в конце 19-го года, отсюда и название COVID-19, от точки, скажем так, идентификации этого возбудителя и заболевания. Ну, так вот, с помощью генной инженерии можно создать вакцину буквально за один месяц. Так же, как с компьютерным кодом, можно сделать нарезку текста компьютерного кода, в данном случае генетического кода, на специальных синтезаторах синтезировать молекулы ДНК с помощью генной инженерии, как ножницами и нитками сшить это в определенную конструкцию искусственную. И эта конструкция, в общем-то, и является вакциной, потому что не нужно нарабатывать вакцину вне организма человека, имеется в виду, не нужно получать вирусы или белки и доставлять их в организм в готовом виде. Достаточно ввести в организм генетическую инструкцию, так же, как в компьютер вставить флешку. Наши клетки, они как компьютеры, работают на генетическом жестком диске, вставляем генетическую флешку, клетка считывает информацию и сама по этим инструкциям начинает синтезировать запрограммированные белки, в данном случае вирусные белки. И организм узнает эти белки как чужеродные и начинает вырабатывать иммунитет, иммунный ответ против этих вирусных белков. То есть мы даем не готовую вакцину, а даем инструкцию для организма, как эту вакцину произвести. Ну так вот, вот этот технологический процесс, что вакцину можно создать буквально за месяц, это сразу же ускоряет на многие месяцы и даже годы сам процесс создания вакцины. То есть это вот первый фактор, как ускорить разработку вакцины. Второй фактор, ну это же, конечно, административно-политический ресурс. Понятно, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Так же и здесь. Но я хочу сразу сказать, что это не ноу-хау России. Во всем мире этот подход применим. В той же Америке в случае угрозы для общественного здравоохранения прописан протокол, как отменяется одним нажатием кнопки все вот эти вот этапы. И также ускоренно можно все это дело регистрировать и применять. Людмилович, вы объяснили механизм, да, все это достаточно популярно. Ножницы, клей, флешка вставляется, вырабатываются белки, к ним вырабатываются антитела. Одно только уточнение. Вот эту расшифровали геном вот этого вируса, да, только в России? Нет ведь? Он ни для кого в мире не является секретом. Почему мы-то вдруг опередили? У них что, у США, у Швейцарии, там и так далее, нет этих условных ножниц и клей для того, чтобы сделать то же самое? Все есть. И не секрет, что несколько перспективных, то есть лидеров гонки по созданию вакцины основаны на абсолютно таких же технологиях. Тоже аденовирус в качестве вектора, то есть доставщика в организм генетического материала и тот же фрагмент генетического кода коронавируса, как инструкция для синтеза вирусных белков. Абсолютно такие же технологии, есть вариации этой же технологии, то есть стартовая точка была одна и та же, и стартовой точкой был геном, который расшифровали китайцы у себя. Но с тех пор уже все страны расшифровали геномы вирусов, которые циркулируют и на их территории. В принципе, разница минимальная и вакцина, созданная против даже китайского, скажем так, варианта генетического, все эксперты практически в один голос заявляют, что она будет эффективна против любых штаммов этого коронавируса, которые могут возникнуть в ближайший год. А они могут возникнуть? Ну, всегда есть вирусы, как и любые другие организмы, мутируют, то есть в них накапливаются мутации. У вирусов, правда, это происходит быстрее, чем у человека, например, иначе мы бы мутировали с очень большой скоростью. Не хочется об этом думать. Да, но как бы то ни было, эта скорость недостаточно высокая для того, чтобы обесценить вакцины, которые сейчас разрабатываются. Хорошо, у нас в зале присутствуют два журналистов, которые занимались отчасти этой темы. Рустам, пожалуйста, вопрос. Рустам Ваффин, я сегодня в качестве человека, который будет встречать за чат, и у нас есть вопросы в прямом эфире. А, уже пошли? Да, прошли вопросы, я хочу задать. Почему остальные страны не подтвердили, что Россия создала вакцину? То есть, условно говоря, почему такая реакция скептическая была за рубежом на нашу новость, на наш новый спутник? Тоже комбинация. Сейчас одну минуточку, прежде чем ответить на этот вопрос, да, еще раз я его артикулирую, да, почему западные страны не подтвердили, да, что в России создана вакцина? По предыдущему вопросу, вот почему у нас быстрее, что ножницы, клей, флешки везде одинаковые, все знают структуру, да, этого гена. Вы можете что-то добавить по этому поводу? Здесь, опять-таки, необходимо отметить, что на сегодняшний момент вакцины являются одним из доказанных методов профилактики инфекционных заболеваний. То есть, история вакцинации насчитывает порядка около 200 лет. То есть, начали мы с натуральной оспы, то есть, это всем известный исторический момент. Кстати, с помощью вакцинации мы ее и ликвидировали. Поэтому есть все перспективы для ликвидации любых инфекционных заболеваний с помощью вакцины. Грипп, извините, сколько лет мы вакцинируем? Опять-таки, есть перспективы. Поэтому, безусловно, то, что коллега говорил, что вирус мутирует, поэтому это создает определенные сложности, в том числе против гриппа. Мы вынуждены вакцинировать практически каждый год с учетом тех вирусов, которые есть. И вот, опять-таки, пользуясь моментом, вакцинация у нас в Российской Федерации, в Республике Тарстан началась буквально позавчера. То есть, вчера мы получили вакцину против гриппа детскую, поэтому мы активно начали процесс вакцинации. Вот это я хотел бы, чтобы наши зрители-слушатели поняли правильно. Вакцинация в Республике Тарстан началась против гриппа. То есть, нас осенью ждет очередная волна гриппа, на которую еще может наложиться вторая волна коронавирусная. И вот этот момент вызывает определенную заботчинность о том, что совместное течение гриппа и коронавирусной инфекции нового типа может привести к непредсказуемым последствиям. Слушайте, я сейчас выскажу абсолютно дилетантскую, конечно, обывательскую точку зрения. Вот у меня внутреннее ощущение, что вот этой осенью, да, вот эта вот гриппозная волна, она будет гораздо более мягкой, чем во все предыдущие годы. Знаете, на чем оно основывается, дилетантское ощущение? Руки начали мыть люди, да, напуганные ковидом, встали активно. Вы помните, какие скачки были, да, сначала необъяснимый скачок продаж туалетной бумаги. Этот феномен, по-моему, до сих пор не объяснен, а потом следующая волна, туалетное мыло, спреи, все подскочило. И, кстати сказать, мы обнаружили с удивлением, что просвещенный Запад, Европа, очень мало использовал, пока жареный петух ковид-19 не клюнул, очень мало использовал моющих веществ. А сейчас люди, в отчасти напуганные отчасти, перепугавшись, пришли в себя и пришли к выводу, что да, элементарные гигиенические процедуры надо соблюдать, тогда риск будет поменьше. Безусловно, вот именно не специфическое, все, что вы говорили, это не специфическая профилактика. Она реально внесла свой вклад в снижение всей инфекционной заболеваемости. То есть у нас уменьшилось количество острых кишечных инфекций, мытье рук. На многих, кстати. Значительно, порядка около 20%. Снизилась заболеваемость такими детскими инфекциями, как ветряная оспа. То есть это ношение масок, это социальное дистанцирование. То есть поэтому вот эти меры, то есть нельзя сказать, что они не принесли никакого результата. Они реально не только в отношении профилактики коронавирусной инфекции, но и в отношении любых инфекционных заболеваний. То есть соблюдение мер личной гигиены, то есть оно одно из таких направлений, которые влияют на любую инфекционную заболеваемость. Есть еще один фактор. Сейчас, если у человека появляются симптомы, он, в общем-то, сразу же изолируется. И люди вокруг него, там сразу, иди домой, иди на работу. И это тоже огромный фактор, снижающий распространение. Во время испанки изоляция была пожестче, да, там иногда сжигали. Люди, которые казались сильно инфицированными. Спасибо за уточнение. Вернемся к вопросу, который последовал в чате на прямой линии. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. И поэтому, пожалуйста, если у кого-то возникают вопросы, задавайте. Здесь они модерируются, и мы постараемся их переправить нашим экспертам. Еще раз, пожалуйста. Почему западные страны, да? Это вопрос от нашего участника, мистера Свен Ди, под ником. Почему остальные страны не подтвердили, что Россия создала вакцину? Ну, в смысле, очень скептически. Ну, понятно, да. Смысл вопроса понятен. Альберт Антольевич, может? Ну, во-первых, пока нечего подтверждать. Наша вакцина существует в режиме, ну, по сути, свой ноу-хау. Закрытый режим, информация техническая не распространяется. И это одна из критик российской вакцины, что результаты не выложены в открытый доступ. Но здесь я тоже хочу сказать, что практика не уникальна для России. Вакцины – это коммерческие продукты, и очень часто эти результаты в полной мере не публикуются. И более того, хочу сказать, что, к сожалению, очень много опубликованных данных оказывается невоспроизводимы по тем или иным причинам. А вот так вот, например, американская фармкомпания, одна из крупнейших, взяла 100 прорывных статей, посадила своих профессиональных ученых на воспроизведение. И около 80% публикаций таких вот прорывных они не смогли воспроизвести. Ну, то есть это напоминает период становления ядерных технологий, да, когда вроде бы статьи в солидных журналах публикуются, начинаешь смотреть, а там какого-то звена нет. Оно сознательно опускается для того, чтобы не могли вас… Иногда там комбинация факторов. Опять, всегда это сложный вопрос. Иногда действительно сознательно не упоминаются тонкие технические детали. Ну, даже вспомните, вот Гарри Поттер, помните, они как готовили зелье. Все написано в книжке, но если ты не знаешь вот эти вот подписи на полях, ты просто не воспроизведешь это зелье. Так же и с многими биомедицинскими технологиями. Ну, это добавлю, тоже так же, как обычные кулинарные рецепты. Да. То есть вроде бы написано. Вот это мне ближе, да. То есть просто я помню, как бы… Гарри Поттер для вас. То есть близкая тематика. Любой тот же самый торт, то есть я просто вот по себе помогал маме печь бисквит. То есть мы делали полностью по рецепту, но оказывается технология, там взбитые белки и взбитые желтки, так уж в подробности. Ну, понятно. А в какой последователь они добавляются, это нигде не прописано, а это имеет важное звено. Поэтому, но любая хозяйка это не говорит. Короче говоря, мы отвечаем нашим злопыхателям, нашим заблуждающимся, в том числе критикам. Вы не можете признать нашу вакцину по одной простой причине. Пока нечего признавать. Мы ничего не обнародовали, да, мы не обнародовали данных. В этом фокус. Это один из… Да, да, но насколько я понимаю, то, что вот я успел почитать, не признают ведь, даже не вакцины, не признают, отказываются признавать наши здесь приоритеты, наши достижения, ссылаясь на то, что Россия, ну или специальное ведомство, которое этим занимается, проигнорировало традиционные протоколы, да. Нет третьей стадии клинических испытаний, а уже объявлена регистрация, непонятно по какой выборке шла вторая стадия, называют вообще какие-то смехотворные там цифры, да, 47 человек приняли участие в испытаниях, там 60 человек, 27, вот где-то вот такие вот цифры фигурируют. Это ведь очень серьезный упрек, да, и этот упрек может на самом деле, если за ним что-то стоит реальное, аукнуться нам с вами, вот меня уколют, а оказывается в достаточной степени эта вакцина не прошла испытания, непонятно какие побочные эффекты, непонятно как долго она будет действовать, как долго будет храниться иммунитет. Вообще, коллеги, конечно, я относительно ваш коллега, да, вы специалист в области здравоохранения, медицины, биологии, а я журналист, но тем не менее, я позволил себе так обратиться, у меня-то складывается впечатление, я довольно много читаю, что вокруг вот COVID-19 конкретно, до сих пор никакой ясности, в том числе в головах научных светил нет. Мы постоянно видим противоречащие друг другу какие-то выкладки, интервью, бла-бла-бла, недавно у меня как обухом по голове, да, как раньше говорили, вдруг я читаю в какой-то статье, что вот этот пресловутый коллективный иммунитет, на который уповали некоторые страны, Швеция, Белоруссия, наши ребята там, я не буду говорить про Туркменистан, там отдельная песня, но тем не менее, да, вот они пошли по такому пути, с этого начинал Джонсон в Англии, но потом под давлением общественного мнения, значит, сломался, они стали вводить карантинные ограничения. Так где вот здесь-то в этом-то как нам разобраться, нам и обычным людям, вот, потому что я еще раз повторю, это все вот касается, понятно же чего, да, вот начнется вакцинация, мы, а и огромное количество противоречий друг другу информации, и, соответственно, очень большой уровень, и даже растущий недоверие. Пожалуйста, можете прокомментировать, Дмитрий Владимирович. Ну, опять-таки, здесь еще раз скажу то, что уже говорил, то есть вакцинация в классическом понимании, она реально влияет на снижение заболеваемости. Это понятно. Опять-таки, на первом этапе изобретения любых практически вакцин, вот такое вот пристальное внимание было всегда. Любая вакцина, когда изобретается, в том числе и когда Эдвард Дженнер впервые изобрел вакцину против москва. Не-не-не, речь идет о соблюдении и несоблюдении процедур. Почему, извините, я просто поясню, почему в предыдущих случаях, вот, ковид это 19-й, был ковид 9-й, был ковид там какой-то еще, там, 11-й, да, и там тоже против так называемого там обычного гриппа, да, пандемии, которая случается, он ведь тоже мутирует, да, и каждый раз какие-то новые. И вакцины каждый раз модифицируются и проходят определенные стадии испытаний. И эти стадии четко регламентированы, да, это общепризнанно, как принято говорить, в мировой практике. Почему, ведь когда нас упрекают, что, ребята, а вы вот этого элементарно же не сделали, не прошли, это же очень серьезный упрек. Вот в этом вопрос, почему мы, куда мы, после 15 января, когда Путин выступил с посланием, и люди стали понимать, что сейчас мы куда-то заспешили со страшной силой, да, конституцию менять и так далее. Это второй такой, с моей точки зрения, импульс, когда очень большая спешка. Может быть, проблема в том, позволь я себе предположить, что мы далеко не так окончательно победили коронавирус, и спешим, потому что вторая волна может накрыть нас покруче, чем первая. Опять-таки, вторая волна, первая волна, то есть это, ну, определенные уловки. То есть коронавирус к нам пришел, он никуда не исчез. Понятно, что заболеваемость, она снизилась, то есть мы даже по тем, по тем данным, по мониторингу, количество заболевших, оно снижается. По тем ограничительным мероприятиям они тоже постепенно уменьшаются. Поэтому, как бы, здесь заболеваемость, она идет на спад. Но, опять-таки, с учетом сезонного подъема гриппа, РВИ, который у нас традиционно, и с учетом особенностей клинической картины, коронавирусной инфекции, это практически тот же самый грипп. То есть, ну, на лабораторном уровне это можно отличить, что это вот это COVID-19, это грипп. Поэтому вот это может рассматриваться как подъем заболеваемости. Ну, или вот вторая волна. Вчера буквально министр здравоохранения Российской Федерации господин Мурашко сообщил, ничтоже сумняшись, что в настоящее время на территории страны в больницах находятся на излечении, ну, так, округленно, 80 тысяч людей с диагнозом COVID-19. Естественно, мы же живем в мире технологий, в открытом мире. Естественно, тут же нашлись люди, которые посмотрели статистику и говорят, так, минуточку, у нас 4 месяца назад была та же самая цифра озвучена, 80 тысяч. Так мы победили или не победили? Как это? На пике мы показывали статистику, 80 тысяч на излечении находится с диагнозом COVID-19. Теперь мы говорим, мы все победили, и вдруг министр здравоохранения сообщает, что у нас ровно столько же, сколько 4 месяца назад было, столько и лежит. Вот это к вопросу о том, что очень много противоречивой информации, потому что очень трудно понять, что к чему. Но я все-таки вернусь, Анатольевич, к процедурам. В чем заковык, в чем проблема? Почему мы потом чуть попозже поговорим об интересах фармкомпаний? Тут собака порыта, как сейчас принято выражаться. Но прежде чем к этой теме перейти, почему мы даем такие козыри нашим оппонентам? Ну вот как ответить на такой упрек, что, ребята, вы не соблюли процедуры, протоколы? Безусловно, безопасность, она стоит во главе угла в медицине. И правило «не навреди», оно применимо всегда. Другое дело, что у всех стран есть свои правила, которые все страны соблюдают. Просто в чужой монастырь со своим уставом не идут. То есть нет такого единого глобального протокола? Нет, такого протокола единого нет. У каждой страны есть свои требования к регистрации. У России есть свои требования. Я не говорю, что они были нарушены. Просто, понимаете, есть способы ускорить. Просто потому что иногда бумага лежит там месяц. Ну просто потому что она лежит. А вот если позвонить и сказать, слушай, рассмотри ее в тот же день, оказывается, можно и в тот же день рассмотреть. Можно и через месяц рассмотреть. Можно потерять документы. Просто если бы все работали как при коммунизме, все бы было само по себе гораздо быстрее. Маленькая ремарка о коммунизме или о развитом социализме, как его называли, вот из другой сферы. Мало кто знает, КАМАЗ, да, вот эта вот знаменитая стройка такая всесоюзная, его ведь начали строить, когда не был проект утвержденного. Просто вот так же вот там от Брежнева позвонили, сказали, ребята, все, сроки. И начали КСК-чек, РИС, еще ничего не было, тех документации только было. Ничего, построили. И в данном ситуации я не скажу, что наши разработчики вырвались далеко вперед в целом по разработке вакцин. И регистрация ведь все-таки получена временная. Она как раз получена регистрация на проведение третьей фазы клинических исследований. Просто наше правительство очень грамотно разыграло эту карту и получило политические дивиденды. Хотя по сути своей процедура регистрации не была нарушена в нашей стране. Вот сейчас как раз и Минздрав приступит к третьей фазе клинических исследований на большом количестве добровольцев. И все не устают повторять, что вакцинация будет сугубо добровольной. И бесплатной, что важно. Бесплатной для потребителя, для пациента. Но кто-то всегда платит. Это понятно. И здесь тоже можно сказать, вспоминая по аналогии спутник, освоение космоса, полет Юрия Гагарина. Ведь на тот момент были международные правила, по которым космический полет считался полноценным, если космонавт взлетал и приземлялся в космическом корабле. Юрий Гагарин при приземлении был катапультирован и приземлился отдельно. И некоторые страны также пытались качать права, как говорится, что нет, это не считается, он должен был приземлиться. Но понимаете, после драки кулаками не машут и победителей не судят. Так же и здесь. Наше государство чуть-чуть побежало впереди паровоза, объявив о том, что зарегистрировано. Хотя это временная регистрация. Но опять, главное, кто первый заявится. А потом все, кто критикует, всегда можно сказать, вы просто завидуете. Очень хорошо, Альберт, вопрос из зала, как принято говорить. Есть ощущение... Аппаратный работает микрофон? Раз, раз. Есть такое ощущение, как со стороны среднестатистического российского обывателя. Уважаемый Альберт Анатольевич, вот мне, как обычному человеку, кажется глубоко подозрительным, что до сих пор не раскрыто широкой публике. Ведь правильно сказали, что до сих пор даже точного числа, кто первой и второй стадии клинических испытаний, не опозначено, 57 говорят, другие говорят, там 40, 3, другую цифру называют. Но страшит какая-то агрессивная совершенно, вот как камивоежеры проталкивают, нам проталкивают вот эту сейчас вакцину, какая-то мифическая дочь Путина появилась. Почему мифическая? Ну, имя, фамилия не названное. Нет, он сейчас в интерьер России 24 конкретизировал, та, которая занимается у Садовничьего вот этими вот проблемами, по-моему. Ну, опять-таки, это туманный намек, потому что, когда вы говорите, та, которая занималась, начинается опять туман, дочь Анна Путина, это дочь Шредингера, то есть, то ли она дочь Путина, то ли нет. Окей. И вот нам начинают вот это все пропихивать с помощью вот этой вот пропаганды, с помощью, институт Гамалеи так и не раскрыл, что у него там было. Вот я абсолютно согласен. Эта пандемия, в общем-то, показала, насколько мир стал глобализирован, и в первую очередь с точки зрения IT, с точки зрения потоков информации, с точки зрения представления в СМИ. Ведь это же не первая пандемия. До этого как-то переживали пандемии с гораздо большими последствиями. Вот буквально там менее чем 10 лет тому назад, забыл точную дату, была пандемия свиного гриппа, то есть, это была официально объявленная пандемия, и умерло, по-моему, порядка 500 миллионов людей в мире. То есть, это летальность вообще ужаса. Гораздо больше, чем пока от коронавируса, к счастью. Однако, я не думаю, что вы помните, что вот такая вот напряженность, истерия даже, можно сказать, царила в обществе. Мир меняется, и вот способы представления информации, способы, как быстро эта информация распространяется, полностью меняет наше представление о том, что происходит. И вы правы, так как информация начинает генерироваться с огромной скоростью, многие ее генерируют намеренно, скажем так, неправдоподобной, просто, чтобы получить временный хайп, или какой-то политический дивиденд, или даже вполне реальный коммерческий дивиденд со своих подписчиков в соцсетях. И цивилизация столкнулась перед этой дилеммой. Как с информационными потоками справляться? Та же Америка со своими выборами тоже показала, насколько общество уязвимо к новым информационным технологиям и к новым способам социальной инженерии. Да, да. Но я бы тут сказал, Альберт, это, конечно, не дело вроде бы ведущего, но я просто не удержусь. Два слова буквально в защиту того, что ты называешь пропагандой. Мне кажется, мы должны, помимо всего прочего, ну, Альберт Анатольевич вот сейчас об этом вскользь упомянул, мы же должны понимать, что на кону стоят теперь уже не только престиж. Мы заявились, да, мы первые. И название я аплодирую людям, маркетологам, которые делали название. Спутник и латинское, как хочешь понимать, то ли это пять, то ли это викторий, победа. Вот наш новый спутник, вот мы как-то забахали. Но помимо соображений престижа, за этим мы же взрослые люди, мы же понимаем, что стоят очень большие деньги. Сейчас вот нам говорят, там Пакистан готов, там Индия готова, там Венесуэла далекая во главе с Мадуро заявила, я готов. Мадуро сказал предоставить добровольцев сколько хотите, хоть сто тысяч. Колейте нас, мы сильные, мы крепкие, мы коки нюхнем, и все будет хорошо. Об этом речь идет. И сейчас я хотел бы вот как раз уважаемых экспертов попросить прокомментировать ситуацию с этой стороны, да, под этим углом зрения. Когда нас упрекают, вот процедуры не соблюдены, вот то не соблюдены, вот это не соблюдено. Ну, мы понимаем, что помимо прочего за этим стоят интересы других государств и транснациональных компаний довольно больших. Вы могли бы вот как-то дать небольшую характеристику, что вообще с этой гонкой происходит в мире? Кто там? Монсанто, да, Монсанто немножко другим занимается. Да, чуть-чуть, если я первый, что пришло на ум. Или там Файзер, там кто? Кто вот там? США, там. Трамп, по-моему, пару месяцев назад пошла информация, совершенно по-советски хотел ускорить там у себя защиту населения. Они сделали непристойное предложение к германскому концерну, хотели, насколько я понимаю, на корню его купить и забыть об исследовании. Еще раз, о картинке, вот соперности, кто рядом, кто наступает, у кого какие перспективы? И что с вашей точки зрения стоит на кону? Что это? Мы вот начали поставлять там в страны Юго-Восточной Азии, или начнем, да, мы рассчитываем на это. Это что потом будет? Это Минздрав будет побогаче, или что, куда, и сколько, какой порядок цифр? Вот у кого-то из вас есть такие расчеты, прикидки? 40 миллиардов, 2 миллиарда, 30 тысяч. Ну, рынок вакцин против коронавируса оценивается в несколько миллиардов долларов. Ежегодно. Ну да, пока не закончится, пока не закончится пандемия. А с учетом того, что некоторые эксперты говорят, что это вообще может стать сезонным, так же, как и грипп, то это может быть вполне хорошая долгосрочная инвестиция. Сейчас действительно буквально там несколько компаний, ну, всех их уж называть не буду, но основная проблема тут даже не в разработке, а в производстве. Их производственные мощности, в общем-то, весьма и весьма ограничены. Даже крупнейшие компании типа Pfizer заявляют, что они смогут производить, например, 100 миллионов доз в год. Казалось бы, 100 миллионов это очень много, но если сравнить это с населением Америки, там больше 300 миллионов, то этого даже не хватит на Америку, не говоря уже о Европе и остальном мире. В принципе, наш Гамалея тоже заявляет по производственной мощности в несколько миллионов доз в год. Говорить о том, что вакцины в ближайшее время хватит всем, вообще не приходится. Будет острейший дефицит, и здесь, скажем так, финансовую сторону я вообще даже не могу комментировать. Во-первых, потому что в отличие от безопасности, деньги любят тишину, и никто о них говорить вот так вот не будет. А во-вторых, известные производственные мощности абсолютно неадекватны, чтобы обеспечить человечество, или даже хотя бы Америку, Европу, Россию, Азию, достаточным количеством вакцины. И возвращаясь еще раз к вопросу о истерии в обществе. Ведь еще несколько лет тому назад сделали бы все втихаря. Сказали, вот вакцина, выстраивайтесь в очередь, счастливчики получат, и все бы еще выстрелились в очередь. Сейчас общество становится более открытым, начинает обсуждать вот такие вещи, и вдруг оказалось, что то открытое общество информационное, за которое мы радеем, оказывается, там столько демонов начинает вылезать из-за этой открытости. И многие начинают задумываться о том, что, а вообще, хорошо ли это иметь такую открытость информации? Потому что, не имея реальной информации и не веря официальной информации, начинаются такие брожения в умах, которые могут привести к самым неожиданным последствиям социальным. Да, совершенно верно. Мы к брожению немножко вернемся. У меня пару микробов в запасе есть для того, чтобы закваска состояла. Дмитрий Владимирович, вы можете уточнить вот одно обстоятельство? Второй раз за сегодняшнюю беседу я становлюсь в тупик. Первый раз небольшой ступор у меня возник, когда мне сказали, что мы все расшифровали, и поэтому мы впереди, а ну и другие также расшифровали, но они не впереди. Сейчас вот тоже. Значит, Дмитрий Андреевич говорит, что я согласен, да, я вот подумал, это логично, что нет таких мощностей, да, вот чтобы бабах и обеспечить этой вакциной. Но я по ходу вашего ответа сижу и думаю, думаю, сейчас я вот главного эпидемиолога Минздрава спрошу отдельно. Так, а нельзя перебросить мощности, которые задействованы сейчас на производстве других вакцин, перепрофилировать? От того же гриппозной-то пандемии мы как-то каждый год вроде бы всех удовлетворяем. Что случилось? Почему? Куда делись мощности? Ну перепрофилируйте? Как с вашей точки зрения? Нет, в любом случае, как бы мощности можно перепрофилировать. Такое возможно. Но опять-таки, есть определенные технологии изготовления вакцины. То есть, ну допустим, у нас же есть несколько заводов, которые расположены по различным регионам Российской Федерации. Но они, допустим, работают только на производство определенной вакцины. И поэтому в кратчайшее время перепрофилировать на другую, это возможно. Это возможно. Но опять-таки, вызывает определенные сложности. То есть, по срокам, по затратам, по технологиям, по срокам, по затратам и по технологии. То есть, ген-инженерная вакцина – это одна технология приготовления. Живые вакцины – это другая. Гриппозные – это они с использованием куриных яиц делаются. Поэтому здесь есть некоторые отличия. Вы сказали, как бы я теперь боюсь, если много людей нас слушает, как бы не подскочили цены на куриные яйца, как в свое время на имбирь. А это есть. Есть. На гречку. Есть. На гречку. Есть. Потому что, опять-таки, в плане, который у компании началась, и гриппозные, некоторые говорят, мы не хотим нашу отечественную, хотим зарубежную вакцину. Зарубежная вакцина производится практически по такой же аналогии с использованием куриных яиц. Но зарубежные компании не могут удовлетворить весь спрос. В прошлые годы была ситуация, когда в результате какой-то технической ошибки все куриные яйца, которые были закуплены на производство гриппозной вакцины, пришли в негодность. И протохли. Но здесь компания-производитель иностранная, она не уточняет, что было. Невозможно было изготовить. И поэтому определенная вакцина против гриппа зарубежная, она не была поставлена на рынке по причине невозможно за короткий промежуток это сделать. В плане инактивированной полимелитной вакцины тоже очень интересно, что когда мы в 2016 году перешли на первую прививку только инактивированной вакциной, а у нас не было нашей отечественной инактивированной вакцины. Инактивированная полимелитная вакцина, которая вирус, он убит, ну по-другому, инактивирован. То есть мы перешли и с использованием зарубежных вакцин. Через определенный промежуток времени зарубежные страны прекратили поставку инактивированной полимелитной вакцины. С каким умыслом? Ну, не могу точно сказать. Опять-таки ссылаясь на производственные мощности. Весь мир перешел, мы не можем вас удовлетворить. Поэтому встал выбор, что же делать. Поэтому, когда мы говорим об отечественном производстве вакцины, то есть это большой плюс. Мы становимся практически независимы. А это одно из особенностей. Я вспомнил, как в 1958 году Советский Союз спасал Японию. Полимелитные вакцины у нас были мощности, были силы, были технологии. И японцы молились, не одно поколение, что Советский Союз спас их от эпидемии полимелита. Детское, страшное количество. Ну, что я вам рассказываю, вы это знаете лучше меня. Сейчас мы говорим, да, вот куриные яйца протухли у наших западных конкурентов. И что-то тяжело осталось, да, с поставками. Мир меняется, вот я подтверждаю таким образом тезис. Есть еще один важный момент. Не ковидом единым жив человек. Это и болен, вернее даже человек. Дело в том, что другие забыли, у гриппа ничем не меньше смертность, чем у ковида. Там тоже 1% в каких-то моментах. 1% смертность. То есть грипп, многие думают, что грипп это насморк, которым болеет. На самом деле, есть ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции. Это целый спектр. Нет целый спектр вирусов, которые это могут вызывать. И обычная простуда, это не грипп. А вот если ты заболел гриппом, у тебя также 1 из 100 шансов умереть. А также пару десятков процентов шансов, что у тебя будут осложнения, которые потребуют такой же реабилитации, как после инфекции COVID-19. Нет, ну COVID-19, это же, извините, я упрощаю, конечно, но это же тоже разновидность гриппа. Ну, биологически это, конечно, совершенно другой вирус, но по сути своей это тоже острые респираторные вирусные инфекции. Вот, вопрос, который, что да, есть? Нет, свой вопрос. Да. Даже, наверное, два. Первый вопрос такой. Когда мы вы говорили о том, что, об этом много говорили, о том, что большой балл информации был, связанный с COVID-19, и мне попалась на глаза заметка статья одного интервью с одним вирусологом из России, но он живет в Америке, то есть уже из советских времен человек. Я сейчас не вспомню его фамилию, но там был интересный момент. Он сказал, что когда идет какой-то вирус, то есть пандемия какого-то определенного вируса, там даже ОРВИ там или гриппа, в этот момент якобы, и это чудо для нас, вирусолог, он написал, остальные вирусы засыпают. Вот если штамп какой-то идет, ты, я не знаю, правда, я хочу как раз у специалистов это узнать, потому что если, условно, идет штамп COVID, идет COVID, то якобы гриппа в таком случае не будет, просто все остальные уснут. Так ли это или нет? Дмитрий Владимирович, давайте вам расхлебывать осень. Есть такое предположение, гипотеза о том, что вирусы конкурируют и борются условно за человека. Поэтому, как и в любом мире, конкуренция есть. Касаясь, что реально ли это на самом деле, ну, опять-таки, я не могу точно сказать, потому что до этого с COVID-19 мы не встречались. То есть он начался у нас как раз после того, как закончилась эпидемия, гриппа, сезонный подъем. Поэтому, как он поведет себя вместе, вот сейчас, когда в сентябре, в октябре начнется подъем заболеваемости, но, опять-таки, здесь затруднительно ответить. Водя, мы поживем, увидим, посмотрим. Я думаю, что это не совсем точно. Это все пока же рассуждение, гипотеза. На самом деле, скорее всего, объяснение чисто механическое. Во-первых, вирусы всегда циркулируют. И даже в эпидемию гриппа, например, люди продолжают болеть и другими ОРВИ. Просто в отсутствие до сегодняшнего дня никто не занимался очень точной диагностикой. И все лепили. А, температура повысилась, чекаешь грипп, потому что эпидемия гриппа. И это зависело от того, какие горздравом и так далее давались установки. Вот даже сейчас, если бы не было молекулярного анализа генетического, очень тяжело дифференцировать от некоторых других вирусных инфекций. То есть первый ответ на этот вопрос, что просто раньше не так много внимания уделялось дифференциальной диагностике, то есть точной молекулярной диагностике разных инфекций. Они циркулируют одномоментно, это однозначно. А вот второй, это чисто статистический, что просто две волны, чтобы совпали таких вот пандемий, они все-таки встречаются не так часто. И чисто статистически сложно предсказать, чтобы эти волны совпали в один момент. А третий вопрос, эти волны, даже если бы они совпали, начинаются в разное время. То есть кто-то чуть раньше вируса начинается, волна эпидемии, у кого-то чуть позже. Но первая же волна, она в странах с развитой системой здравоохранения к чему приводит? Включаются механизмы противоэпидемические, борьбы с этой эпидемией. И на этом фоне, вот мы же с этого и начинали, что люди начали мыть руки, снизилось заболевание другими вирусами. То есть первая волна, в общем-то, вызывает такой социальный иммунитет, который в принципе не позволяет... Социально, не биологическая, а социальная природа подавления других вирусов. Социально-оргздравовский иммунитет, который давит другие вирусные инфекции в это время. Поэтому я бы не сказал, что вирусы конкурируют друг с другом. Это слишком, как бы мы идеализируем вирусы. Они не борются ни с кем. У них одна программа зашита – самовоспроизведение. Но просто так как человек – это социальное существо, есть масса социальных факторов, которые не приводят к тому, что две волны в идеальный шторм сходятся. Насчет самовоспроизведения, да, но они же не могут жить, вот в данном случае, вне человеческого тела. Таким образом, но это гипотеза тоже, не я ее придумал, да, она же высказывала, что он же должен по мере мутации... Это внутриклеточный паразит, он может жить только внутри клетки. Да, нет, я к чему, что он не должен убивать хозяина, на ком живет, он должен его щадить, иначе ему не на ком будет жить, он куда переползет-то, если... То есть, это к вопросу о летальности. По ходу мутации этот вирус должен становиться более щадящим. Ну, абсолютно верно, но только временная шкала для этого составляет... Ну да, непонятно, сколько, да? ...сотни тысяч лет. И именно вот древние вирусы, которые очень долго сосуществуют с человеком, как раз и научились не убивать человека сразу, а вот, например, цитомегаловирус. Почти все мы сейчас являемся носителями цитомегаловируса. Но если у тебя иммунная система нормальная, к счастью, он тебя не трогает. Новые вирусные инфекции, они в том-то и дело возникают спонтанно и перекидываются из других, например, вот из животных. Это применимо, например, к птичьему, к свиному гриппу, к ВИЧ, есть теория, что это перекинулось от животных. У коронавируса найден предшественник в организме животных. Эти вирусы, попав в организм человека, это для них новая среда. Они вообще не знают, что это такое, как это такое. Они пытаются свою программу реализовывать, при этом ломая все на своем пути. И именно это вызывает тяжелое течение заболеваний. И приспособиться к этому невозможно. Вот эти вот все новые заболевания, которые появляются в человечестве, в принципе, всегда достаточно тяжело переносятся. Два частных, можно сказать, вопроса, но мы с вами до эфира их обговорили, так что я тут не вторгаюсь в личное пространство, это согласованные вопросы. Вы сами на себе испытали, что такое COVID-19 не в качестве научного работника, а просто как человек. Вы переболели. Это вот первый вопрос. Если вы расскажете, как это ощущалось, вот этот вот, вы только что сказали, там он все на своем пути ломает, там жестокий, как у вас это было, потому что много разных картин, да, кто-то говорит, а там надо, кто-то наоборот там мучается чуть ли не месяцами. Вообще я читаю иногда в социальных сетях душераздирающие вообще воспоминания людей, переживших там 30 суток, там 20 суток и так далее. Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы, я уж сразу задам его бы, я хотел бы вернуться к теме вот этой вот гонки, да, за создание вакцины. Ваш научно-клинический центр ведь непосредственно тоже занимается этим. Было бы, я думаю, нашим жителям, слушателям полезно узнать, вы как здесь вот, в какой упряжке, в каком процессе, на какой стадии. Вы вместе с Гамалеем, вы с институтом имени Гамалея, вы вместе с новосибирсами из Вектора, вы предлагаете что-то свое. И спасибо, вы как-то прислали наводочку через WhatsApp, там, это тоже очень интересный вопрос. У вас тоже внутримышечные, да, предполагают введения, или назальные? Внутримышечные. Вот все, я сразу кучу, да, Альберт Иванович, пожалуйста. Сначала, как вы переболели? Переболел я, так скажем, в средней форме. Там два дня температура 38,5, потом еще полторы недели, правда, туда-сюда температура скакала около 37 градусов. Ну, и вот и на томографии 28% поражения легких, но это все равно считается еще не критическим. Вы курите? Вы не курите? Нет, я не курю. Вы даже бы курили, у вас бы этого не было. Вот абсолютно не согласен. Это сейчас существует ведь такая гипотеза? Это кто-то вбросил. На самом деле, были такие доклады, но ученые уже давным-давно статистически доказали, что это абсолютно неверно. И даже, и как всегда, так как курение поражает легкие, это наоборот является фактором риска. То, что там есть потенциальные молекулярные механизмы, как это может, это умозрительное заключение. Статистика говорит, что нет ни малейшего доказательства того, что это защищает от коронавируса. Я считаю просто крик души, что это вред. Это большой вред. Такие темы поднимать вообще на территории. Вернемся к течению вашей болезни. И так два дня, 38 с половиной, жар, туда-сюда, дальше. Слабость, в общем-то, физическая, потеря, обоняние. Трудно поверить, да? Да, я тоже не верил, что это такое возможно. Оказывается, действительно такое возможно. Но сейчас оно уже восстановилось практически полностью. Но очень важно, даже как... Вот я сейчас уже там трижды проходил тест, я уже отрицательный. Антитела есть у вас теперь? Антитела пока еще на минимальном уровне, потому что все-таки какое-то время требуется для того, чтобы титр антител, количество антител возрастало. А они будут расти? Какое-то время после инфекции, да. А потом пропадут? А потом будут снижаться постепенно, да. По срокам для разных инфекций, это разные сроки. Для коронавируса еще ученые не могут точно сказать, как стойко будет, каким по стойкости будет иммунитет после перенесения заболеваний. Но, по крайней мере, все говорят, что ближайшие там 3-6 месяцев уж точно иммунитет должен быть стойкий. По крайней мере, у большинства заболевших. Извините, я хочу уточнить, потому что все на слух идет. Вы сейчас имеете в виду иммунитет в результате перенесения болезней? Естественного. Не в результате вакцинации. Полгода все-таки в результате естественного перенесения, полгода можно. Скорее всего и больше. Сейчас есть сообщение, что люди повторно заболевают. Но хочу сказать, что 100% в биологии и медицине не бывает никогда. 100% смерть наступает только при отрублении головы. Это упорится еще не сразу, она бегает с отрубленной башкой. Но мы же про людей говорим. Как бы они про яйца для вакцины. Окей, хорошо. Так вот, да, конечно, будут всегда люди, которые будут болеть повторно. Но этот процент будет незначительным в масштабах популяции. Поэтому я думаю, что переболевшие как минимум на сезон будут защищены от повторной инфекции. Окей, вы защищены. Сколько протекало у вас заболеваний по времени? Недели, две, три? Ну, на больничном я был две с половиной недели. Нет, а по самочувствию, по анализам? Нет, по анализам как раз с больничного снимают, когда у тебя самочувствие покажут. Самочувствие более-менее в норме, в том плане, что температура, клинические, биохимические маркеры в норме. И самое главное, вируса у тебя больше нет в организме. А то, что после болезни организм ослаблен и требует реабилитации, вот я хотел как раз сказать, что реабилитация после таких вот инфекционных заболеваний, это тоже очень важный момент, который, к сожалению, у нас часто опускается. Вот в России посылали в санаторий после, например, того, как человек в больнице лежал. В Советском Союзе, я позволю себе уточнить. В Советском Союзе, да. Сейчас, к сожалению, это не всегда происходит, хотя в некоторых регионах, я слышал, все равно выделяют. А как в Татарстане у нас эти? Ну, у нас программа реабилитации для больных, перенесших коронавирусную инфекцию, она стартовала, то есть постепенно включаются поликлиники, постепенно включаются стационары. Но пока по санаторному лечению пока таких, такая программа не допущена. Спасибо. Как вы поняли, что вы заболели именно коронавирусом, а допустим, вот, ну, не простуды или там ОРВИ? Вот как это? Мы регулярно тестируемся, так как мы, во-первых, работаем по разработке вакцины, хотя там самого вируса у нас нет. Но мы тестируем в университете, у нас есть лаборатории, которые тестируют на COVID-19. Это раз. Во-вторых, мы встречаемся с нашими спонсорами, бизнес-партнерами, и перед такими встречами регулярно тоже проводим тестирование в профилактических целях. Это бизнес-партнеры настаивают или это ваша инициатива? Это важно. Это совместная инициатива, что... Общее понимание, да? Да, что экономика должна быть экономной, а здравоохранение должно защищать всех участников этого процесса. Да, да, да. Ну, то есть, вот если бы, извините, Альберт Анатольевич, если бы, допустим, вот на вашем месте оказался я, я мог бы и не понять, да, что это? Что-то там такое. Более того, у меня семья тоже переболела в очень легкой форме. Например, дети, у них там два дня была температура 37, но для ребенка 37 это... Ну, что это такое? По-другому. и никто бы не подумал. И очень многие, к счастью, болеют в легкой или, там, ну, говорят, бессимптомные. На самом деле, симптомы очень маленькие. Я хотел об этом спросить. Да, вот, бессимптомные болезни, бессимптомные болезни. Я полез, да, в какие-то там справочники, источники, вот, может быть, вы даже, я у вас попрошу уточнение, как у инфекциониста, да, но там перечисляются, какие болезни без симптомов, якобы, ну, или, по крайней мере, там, до поры, до стадии термальной без симптомов проходят там некоторые виды рака, там, диабет, там, жировое, по перерождению. В анекдоте первые симптомы трупные пятна. Да, печени, что-то вот такое. Но в этом перечне бессимптомных заболеваний, даже условно относящихся к бессимптомным заболеваниям, нет вообще вот этой вот, этого кластера гриппозных заболеваний. А про ковид, который, в общем, из этой же семейки, по большому счету, то и дело, слышишь, у него там бессимптомно протекло у него бессимптомно. На днях выходит такой болт, знаете, да, этот суперспринтер, который 100 метров там за 8, что ли, секунд бегает, и густым базам говорит на хорошем английском, что а я бессимптомно перенес. Как это понимать? Что значит бессимптомно? Ну, человек, ну, должен же он что-то чувствовать. Вот, Роберт Анатольевич почувствовал его. Ну, дети не почувствовали. Здесь, здесь и другой. было повышение температуры. очень... А, то есть, симптоматика у вас-то была как раз, да, выражена? Она была очень мягко выражена, я же говорю, 37, то есть, температура 37. Это бывает. Вот съел ты не то, у тебя может подняться до 37. Да он даже поругался с кем-нибудь. Это точно вообще бывает раз в месяц такое. Как у курицы, 39, стандартная температура. Ну, это немножко разные вещи. Пусть меня простят, я не сексист, честное слово. По поводу бессимптомных. Нет, правильно было озвучено, что бессимптомные, что в любом случае симптомы есть. Правда, они выражены в легкой форме, и человек фактически не обращает на это внимания. То есть, строго говоря, вот выражение бессимптомное течение болезни, это не научное выражение, это неправильно. И, ну, как это бессимптомное? Надо себя слушать, надо себя понимать, прислушиваться. Как бессимптомно? Ну, что-то же, все должно проявиться. Альберт, еще вопросы из зала. Журналисты у нас, которые смотрят нас в стриме, по-моему, не хотят. Есть вопросы? Ну, давайте. Из бессимптомного вот этого феномена вытекает такой вопрос. Я недавно разговаривал с знакомым, и мы обсуждали вот такую вещь, как Татарстан у нас оказывается в числе лидеров по коллективному иммунитету. То есть, было проведено исследование, выборка была достаточно большая, 2800 человек, и выявилось, что коллективный иммунитет у нас приближается к цифре 30%. То есть, понятно, получается, что у многих прошло бессимптомно, со слабыми признаками, и действительно, вот эти 30% мой знакомый сказал мне, а зачем я буду, собственно говоря, прививаться? Смотри сам, 30% уже почти в Татарстане коллективный иммунитет. Пока закончат вот эти вот третью стадию, наверняка дойдет до 40, до 45, а нам говорят, что там половина, это когда популяция половина имеют коллективный иммунитет, то вся уже болезнь уходит, и все, зачем не прививаться? Так ли это? Скажите, пожалуйста. Ну, опять-таки, по исследованию необходимо помнить, что было обследовано всего 2800 человек. Из них, да, 31%. Значит, экстраполирует на полную популяцию, ну, не совсем корректно. Мы проводим сейчас исследования, они идут, мы охватываем 50 тысяч, то есть, поэтому, пока сейчас еще все в работе. Вы сказали, вы Минздрав Татарстана? Минздрав Татарстана проводит обследование, причем обследует практически всю республику, по всем районам, то есть, различные возраста, в основном это медицинские работники, значит, и далее все население, то есть, в том числе и переболевшие, то есть, исследование довольно-таки, ну, значительно, 50 тысяч. Поэтому, данные, посмотрим, как получится, но опять-таки, например, по гриппу, говорят о том, что защищенность должна быть как минимум 75% переболевших, поэтому 30% это пока не 75%. поэтому говорить о том, что уже все прошло, значит, можно не бояться, ну, не совсем правильно. То есть, иммунной прослойки защищенной мы пока не достигли. Ну, да. Поэтому здесь... Более того, опять же, вот к вопросу о противоречивости информации, недавно, я уже, по-моему, об этом в начале передачи упоминал, в начале нашей программы, появилось сообщение, что это все ложное представление о коллективном иммунитете. Что скажете? Это... Ну, просто иногда голова кругом идет. Вот так, тот так, тот так. Вопрос к коллективному иммунитете, он в любом случае есть. То есть, и в отношении различных инфекционных заболеваний он работает. Та же самая дифтерия, та же самая, там, столбняк, там, та же самая краснуха. То есть, мы достигаем коллективный иммунитет, это циркуляция вируса, практически прекращается. Он не исчезает никуда, то есть, в любом случае, он есть. Но, вот такое вот распространение массовое, оно прекращается. Поэтому коллективный иммунитет, он работает. В отношении коронавирусной инфекции, ну, не совсем могу точно сказать, работает это, не работает. Но, с учетом того, что это обычная остро-респираторная вирусная инфекция, скорее всего, да. Опять-таки, насколько будет длиться иммунитет, вполне возможно, что шесть месяцев и на следующий год мы спокойно опять начинаем переболевать этим всем. Поэтому здесь просто надо посмотреть. Когда будут обнародованы эти данные, вот исследования, которые мы сейчас? Ну, 24 августа мы начали, то есть около там тысячи проб сейчас в работе, поэтому я думаю, что в середине сентября какие-то промежуточные итоги мы получим исследование, планируется завершить к концу октября, потому что 50 тысяч проб, то есть это довольно-таки большое. когда-то, я надеюсь, не засекречены будут, мы поймем, что там у нас. Нам это с этим коллективным, даже и всем это же интересно, насколько это интересно и не бесполезно, я думаю, будет, люди должны все-таки трезво понимать, что, в какой стадии. Вернемся, вы обещали еще рассказать о том, что делается с вакциной у вас в вашем научно-клиническом центре. только сначала небольшой комментарий по поводу того, что у меня уже есть иммунитет, мне вакцина не нужна. Здесь, в принципе, вот как раз если есть, опять-таки, гипотеза, теория, которая сейчас проверяется, что при бессимптомном, скажем так, течении, вернее, при легком, очень легком течении заболевания иммунитет, хоть и вырабатывается, но он может быть не таким сильным, как при тяжелом течении заболевания. Титры антитилниски. Ну, там, на самом деле, опять-таки, не антителами едиными жив иммунитет. Считается, что наоборот, клеточный иммунитет, то есть не антитела, а специальные клетки-убийцы, они гораздо более эффективны при вирусных инфекциях. Но просто измерять уровень т-клеточного иммунитета это очень дорогое удовольствие. И массово его применить нельзя, поэтому используют своего рода заменитель. антитела, чтобы оценить в целом, есть иммунитет хотя бы один из его компонентов или нет. Ну, так вот, в любом случае вакцина, даже если у тебя есть иммунитет против коронавируса, усилит его. Это будет своего рода бустерная вакцина. Очень многие вакцины, вы, наверное, знаете, вводятся не один раз, а вводятся серии, потому что после каждой инъекции, каждого введения, иммунная система все больше и больше тренируется и работают все лучше и лучше против этого возбудителя заболевания. Так что, в крайнем случае, это будет как усилитель твоего действующего иммунитета и к каким-то дополнительным побочным эффектам не должно привести. Теперь по поводу наших разработок. мы разрабатываем на самом деле две версии вакцины. Начали мы с так называемой ДНК-вакцины, когда можно сказать чистая ДНК, которая содержит один из два гена коронавируса, вводилась в клетку. А в клетках, в чистых клетках, на культурах клетках это работало замечательно. Но, к сожалению, когда мы провели пилотные исследования на лабораторных животных, оказалось, что вакцина недостаточно эффективна, не у всех животных выработался иммунитет. И это не хорошо и не плохо, так бывает. Создать вакцину это только верхушка айсберга. Доказать ее эффективность и безопасность это 90% работы. И первая версия препарата, вакцина, которую мы разрабатывали, была самая безопасная, но всегда есть баланс между безопасностью и эффективностью. Чем безопаснее препарат, чем, ну и вакцина в данном случае, как бы, не буду обобщать на все препараты, чем безопаснее вакцина, тем, возможно, ее эффективность будет ниже. И здесь мы вот как раз и попали на такой вот феномен. Но мы параллельно начали разработку второй версии препарата, и сейчас уже получен прототип, в сентябре начнем испытания пилотные на лабораторных животных. Анатолич, это ведь денег стоит? Кто финансирует? На данный момент исследование финансирует наши бизнес-партнеры, это автономная некоммерческая организация научно-исследовательский центр ДНК. То есть, это внебюджетное финансирование, мы используем мощности и компетенции Казанского федерального университета с внебюджетным финансированием от ОНО для поддержки этих исследований. Вот этот внебюджетный фонд, он вас финансирует, ваши исследования каким-то образом сопрягаются с тем, что делалось в Векторе и делается, с тем, что делается в Институте имени Гамалеи. С Вектором вообще удивительно, это попутный у меня вопрос, как так получилось, что Институт Гамалеи вдруг получил приоритет, упрощенно говоря, выскочил на первое место в этой гонке, хотя про Вектор, мы много чего про него не знаем, но из того, что мы про него знаем, мы знаем, что он занимался уже минимум 3-5 лет назад этими вопросами, ну, смежными, по крайней мере. Вот два вопроса, как вот в этой среде ваша лаборатория с кем коммуницирует, с кем не коммуницирует, если нет, то почему? Ну, известный тезис, умножим усилия, всем миром, навалимся, все получится, это первый. Второй вопрос о приоритетах, кто вырывается, почему вырывается в этой гонке, почему Гамалея опередил вектор вдруг? Ну, вопросов очень много и сразу начнутся с конца, пока помню, последний вопрос. Да, да, да. На самом деле, внутри России существует также жесткая конкуренция. У нас есть Минздрав с институтом Гавалея, есть Роспотребнадзор вектор, есть Федеральное медико-биологическое агентство НИИ вакцины-сывороток в Санкт-Петербурге и все они очень жестко конкурируют за государственные ресурсы, государственные деньги. И у того же вектора, на самом деле, мы гораздо меньше знаем про вектор, чем про Гамалея, просто потому, что Гамалея выбрала новую концепцию публичности, соцсетей и распространения информации в массы. Без публисити нет просперити, да, как говорят у нас в Возрокаево. И вектор, на самом деле, готовят запасной вариант. Там классические технологии применяются, и если бы новые технологии Гамалея не сработали, всегда есть длинная скамейка запасных. И это вот мы возвращаемся к вопросу о том, сколько разных вакцин делается. Их делается много, и делается потому, что, во-первых, если ты ставку сделал на одного игрока, а он внезапно на третьей фазе, например, выбыл, то тогда у тебя все обрушивается. Здесь риски распределяются и по организациям, и по технологическим платформам. Понятно. Спасибо. У нас истекает время в эфире, к сожалению. Давайте будем подводить итоги. Несмотря на то, что мы вот здесь у нас достаточно ветвистые было обсуждение, мы уходили где-то там в проблематику научную и общеэпидемиологическую. Понятно, что мы все-таки должны людям что-то сказать. Вот начинается эта вакцинация. Я попрошу и вас высказаться, и вас, Игорь Владимирович. Что бы вы посоветовали и на что вы сами пойдете? То есть смотрите, мы говорили упреки. Все стадии испытаний не пройдены, мы прошли по упрощенному варианту, мы по революционному пути, мы решили все застолбить. Это вызывает некоторые такие колебания. Раз. Появляются сообщения, что так как массовых испытаний не было, непонятно, что с побочными эффектами, как они себя отправляются. Непонятно, что с эффективностью, о которой вы сейчас говорили, то ли она будет действовать год, то ли полгода эта вакцина новая, то ли вообще непонятно, нет обнародованных данных. Зато есть данные, что в группу добровольцев, которые числом от 40 до 50 тысяч, которые должны вот сейчас начать испытания, не включаются люди моложе 18 лет и старше 60 лет. Это ведь тоже можно расценить как косвенное признание неуверенности разработчиков безопасности своей вакцины и в том, что у лиц старше 60 лет и моложе 18 лет она может вызвать такие побочные эффекты, а что лучше бы не прививаться. И вот на фоне этого, я сейчас ворох этот поднял опять, вкратце, конкретный вопрос. Вакцинация не сегодня, завтра к нам придет. Вакцинироваться или нет? Если вакцинироваться, то чем нашей зарубежной гомолеевской векторовской как их отличить? Или что? Или отказаться? Или подождать? Давайте с вас начнем, Владимир. Опять-таки пользуюсь аудиторией вакцинации против гриппа. Я уже говорил, она началась, поэтому в отношении вакцинации гриппа все-таки рекомендую ее сделать. Вакцины против гриппа зарегистрированы в установленном порядке, они применяются на протяжении ряда лет, поэтому в любом случае вакцину против гриппа надо сделать. В отношении коронавирусной инфекции и гриппозной вакцины, то есть пока у нас действует принцип добровольности. То есть необходимо это помнить. Всеми нормативными документами четко закопрелено, что вакцина делается при добровольном согласии. Пока о вакцинации, о том, что будет это в приказном порядке, либо в каком-то принудительном порядке, речь пока не идет. Извините, я перебью сразу, просто уточнение по ходу, в темпе уже давайте будем подгонять. Учителя и врачи, первую категорию, для них обязательно вакцинация? На сегодняшний момент в соответствии с действующими нормативными документами вакцинация у нас добровольная. Для всех категорий? Для всех категорий. Зачем тогда выделяли учителей и врачей, что с них начнется? Значит, вакцинация добровольная, поэтому каждый человек имеет право выбора отказаться. Но опять-таки при формировании своего личного решения об отказе или необходимости вакцинации нужно опять-таки взвесить все за и против, то есть получить четкую информацию. информация по гриппу она есть в доступном режиме, по новой коронавирусной инфекции, я думаю, что она появится в ближайшее время, более подробная информация, и как бы взвесить все за и против. Потому что то, что сейчас есть, когда люди с больной коронавирусной инфекцией в тяжелой форме попадают, то есть на самом заре, когда появилась эта инфекция, мы же лечили даже препаратами, которые не были зарегистрированы для лечения коронавирусной инфекцией. Поэтому то есть делалось это во благо человека. Но лечили и удачно лечили. И лечили это удачно. То есть поэтому как бы здесь такой вот такой механизм, он тоже имеет место. Поэтому при выборе в любом случае взвесить все за и против, но опять-таки повторюсь, что вакцинация на сегодняшний момент это добровольная. Спасибо, это важное уточнение. Альберт Анатольевич, ваша точка зрения. Учителя и врачи входят в группу риска и им будет предложен первыми пройти вакцинацию. То есть никто не говорит о насильственной вакцинации. Лично я бы с удовольствием вакцинировался той вакциной, которая будет зарегистрирована в России и доступна. И в общем-то, если кому-то посчастливится, что ему предложат вакцинироваться, я бы это предложил сделать. И вообще по вакцинам есть тоже такой анекдот, что не надо вакцинировать своих детей. Вакцинируйте только тех, кого вы любите и кого вы хотите, чтобы выжил. Так же и здесь. Если вы себя любите, я бы все-таки вакцинировался. Потому что история показывает, что именно вакцины в первую очередь изменили структуру смертности населения. Если раньше, в прошлом веке, инфекционные заболевания были основной причиной смертности, то именно развитие вакцины профилактики, вместе, конечно, с антибиотиками и другими, но в первую очередь вакцинация, позволило сместить инфекционные болезни с первых мест. Это все понятно. Это испытанные вакцины. Но я хотел бы просто этот акцент отметить. То есть вы советуете все-таки вакцинироваться, даже несмотря на все опасения упреки, которые высказываются по поводу непрошедшей полноценной процедур проверки вакцины. Во-первых, как ученый, я знаю ту платформу, которую, например, Гамалея использует. Ну и не забывайте, что на подходе есть и традиционные вакцины от того же вектора. Пожалуйста, не хочешь инновационную, получи традиционную. Так вот, к инновационной платформе самой вопросов нет. и даже западные коллеги говорят, что у них нет никаких вопросов к фундаментальной составляющей, что вакцина это работоспособно. Все говорят, что да, это работает. И ведущие мировые производители используют абсолютно такой же подход. Все понятно. Большое спасибо. Большое спасибо за разъяснение. Мне остается по-видимому напомнить на всякий случай, что это был очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Мы обсуждали сегодня проблемы, связанные с грядущей вакцинацией от коронавируса или от COVID-19 по-другому. И в студии у нас были главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан Дмитрий Владимирович Лопушов и доктор наук, руководитель научно-клинического центра, заведующий кафедрой Казанского Федерального Университета Института Фундаментальной Медицины и Биологии Казанского Федерального Университета Альберт Анатольевич Резванов. Спасибо всем большое за внимание. Извините те, чьи вопросы мы не успели транслировать нашим экспертам. Они были. Если этих вопросов будет много, я думаю, мы найдем способ как-то их обобщить, передать экспертам и попросить их ответить на той или иной площадке, я не знаю, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, в каких-то других социальных сетях, так что следите за социальными сетями, за присутствием в этих сетях Казанского Федерального Университета и без информации вы не останетесь. На сегодня все, спасибо за внимание, вам огромное спасибо за участие, за терпение, за детальные разъяснения. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok